Если бы на автозаводе в Тольятти работали братья Вартановы, знакомая всем машина Девятка, скорее всего, выглядела бы так. Автолюбители из Армавира пошли на эксперимент. Превратили восьмерку в дорогой гоночный болид. Привет, это видос из серии Чудо техники. Мы на юге и в этот раз я решил сделать все правильно. Потому что ты можешь снять хот-род в Голландии, но его кто-то посмотрит. Ты можешь снять в Беларуси гоночный внедорожник, кто-то еще посмотрит. Но что касается нашего зрителя, то главная ценность, ценность неприходящая вещь, которая всегда будет в центре внимания, сколько бы ни прошло времени, это его величество ТАСС. И, собственно, смотрите, какую красоту я отыскал в городе Армавир. Окна обучены ночью, торопливый газ. Взгляды сорок, сучек, ловит блестящий таз. Плюс бас, жанки, смак. Опасный саундтрек, чисто каст, а сроки, вутеньки или доктор трек. Интересно, эта штука чем? Машина построена, мягко говоря, не вчера. Парни, которые ее делали, купили ее больше 10 лет назад, в 2007 году. Сразу вот продумали все тонкости проекта и тогда же, в прошлом десятилетии ее построили. В начале нынешнего десятилетия ее покрасили. Но сейчас у этих парней уже очень серьезная студия. Вот на фоне ангар, в котором у них цеха, покрасочные камеры. И там делаются несколько очень серьезных, очень дорогих, очень таких, знаете, мощных проектов, которые они покажут чуть позже. Поэтому даже просили вот не фоткать. Но эта машина, одна из первых, это своего рода талисман студии, наверное, можно сказать. Потому что они ее делают, переделывают, еще переделывают, совершенствуют. И по большому счету, да, это такая маленькая личная игрушка. Студия SCL, кстати, называется, если кому важно. Теперь давайте-ка о детальках. Ну, во-первых, кузов. Если вы посмотрите на машину в профиль, как раз вот с этого ракурса, то, наверное, заметите, что она достаточно низкая. Потому что, да, здесь сделан чоп-крыша, но не просто чоп. Ее уменьшили на 6, по-моему, сантиметров, если я ничего не путаю. Наклонили все стойки. И поэтому профиль машины изменился радикально. Это восьмерка. Она легко узнается, но в то же самое время это необычная восьмерка. Что касается передка, то по затея из ВАЗ-2108. Ринашку попытались сделать. Хотя сейчас на нее смотришь и видишь уже нечто совершенно другое. Это фулкастом такое, я бы сказал. Здесь машина переделана целиком. Сами видите, с обоих сторон у нас фары. Но второе отверстие под фару не используется по прямому назначению. Светотехники там нет. Там есть, да, правильно, забор воздуха для турбины. Сейчас попробуем открыть все дело. И прямо вот сразу 4 аж защелочки. Очень легкий, буквально таки воздушный капотик пластиковый. И красота нашему взору здесь открывается. Потому что турбина Гаррет у нас. Распорка металлическая. Она изначально, кстати говоря, от Аккорда, насколько я понимаю. Но она была переделана, переварена. Но следы этих переделок здесь до сих пор хранятся. Здесь как раз забор воздуха, который в нагнетатель у нас попадает. Что касается мощности, то парни говорят около 300 лошадиных сил. Но это такая цифра, на которой они не делают акцента. Потому что на стенд машину не загоняли. Программа управления двигателем еще по их словам полуготовая. То есть так вот можно сказать. И в сущности машина еще пока в процессе развития. Что касается надува, то он давит 0,6 сейчас. То есть как бы не особенно много. Но тем не менее, они говорят, что на этой восьмерочке очень много кого наказывали. Из тех, кто хотел помириться. Хотя с другой стороны, здесь вообще нет какого-то акцента на именно гоночную, что ли, составляющую. Машина быстрая, но это именно машина для езды каждый день. Кроме того, парни переделали подвеску. Она здесь очень короткоходная. Она очень спортивная. Они говорят, что когда поднимают ее на домкрате, то три колеса оказываются в воздухе. Вот такая вот история. И теперь один вопрос у меня к вам есть. Смотрите. Мы смотрим на дверь. И пытаемся дать ответ на вопрос. А где, собственно говоря, ручка? Ее здесь нет. Зато есть кнопка, которая позволяет дверь открыть. Вот досюда мы ее открываем вбок. А теперь... А теперь вверх. Да-да-да. Такие вот лямбда-дверцы у нас с вами. Кроме того, здесь есть и еще одна кнопка, которая открывает багажник. На салоне акцент делать сейчас нет особенного смысла, потому что он, опять же, under construction. В то же самое время багажник нам нужен только чтобы проиллюстрировать, что называется. Потому что тут новый подрамник, тут новые полуоси лежат, новые кастомные рулевые тяги настраиваемые. И в общем и целом, где-то через месяц, как говорят парни, они вообще такие загадочные, мы сделаем нечто такое, чего мир еще не видывал. Вот это такой правильный подход, я считаю. Чтобы мир не видывал, так и надо делать. Что касается кузова, то он заметно усилен, потому что усилители под порогами проложены. И крыша тоже, несмотря на чоб, кузов получился очень жесткий. Как раз вот по части жесткости парни старались косяков не делать. Что касается лямб дверей, то по собственному проекту сделаны петли. То есть парни как бы нарисовали этот механизм и дали его инженерам, способным реализовать. В металле. Поэтому все оно работает. Но с другой стороны, как это часто бывает, все вот эти открывающиеся вверх двери, они подходят для шоу-ступера. Для машины, которая должна именно что производить впечатление. Потому что в жизни, да, они шатаются на ветров, они разбалтываются. С ними есть свои сложности. Тем не менее, я считаю, что вот по части внешнего вида, по части вау-эффекта и самое главное, по части какого-то, знаете, аккуратного и правильного подхода. Даже к глубокому такому серьезному тюнингу. Это, наверное, одна из самых интересных восьмерок, которые мне когда-либо попадались. Ну да, ну да, ну да. Низкий таз радует глаз. Оператор, который меня сейчас снимает, он говорит, ну что-то, светофора дернишь, топнишь как следует. Я говорю, да, давай попробуем. И он мне говорит, только заднюю не включи. И я вспоминаю, что это классическая восьмерочная история. Потому что первая и задняя включаются до обидного похоже. Возможно, вы даже видели хотя бы раз в жизни вот эту идиотскую историю. Когда двое парней на зубилах пытаются рвануть светофор и посмотреть, кто кого, но один врубает заднюю. И когда загорается зеленый сигнал, он врубается задним ходом в того, кто позади. Как правило, безумно злые водители в этих машинах потом оказывались. Потому что попасть в аварию, стоя на месте, ну это надо уметь. Но мы-то не про прошлое, мы про настоящее. Злая ли эта машинка? Злая парни, злая. Я вам скажу, что такого, знаете, прям совсем люто-бешеного подхвата с места нет. Но когда турбинка раскручивается, машина начинает гереть. И еще этот турбиновый звук, я бы сказал. Знаете, перепускной клапан так пшшш, она делает пшшш. Очень классно. Еще я отчетливо понимаю, что маловато рассказал про машину. Про керамическое сцепление забыл сказать. Забыл сказать про то, что 18-й ряд в коробке. Еще есть какие-то мелочи, которые парни мне долго-долго-долго перечисляли. Но не все память способна удержать. Укороченные штатные стойки. Здесь, кстати говоря, я вообще, насколько понимаю, по подвеске пока что каких-то мега заморочек нет. Но они будут потом, чуть позже. Там у нас уже запчасти лежат. Что касается остального, то есть вещи, к которым надо привыкать. Маленький руль вот этот. Сейчас без усилителя. И когда ты разворачиваешься во дворике, то ощущение такое, что занимаешься в фитнес-центре. Опять же, маленькие зеркала. Я понимаю, что все это так круто, модно и спортивно выглядит. В них видно. В принципе, ими можно пользоваться. Но сказать, что это удобно, пожалуй, что не выйдет. Но фишка – это стеклянная крыша. Потому что, с одной стороны, крышу-то чопнули, она стала ниже, машина стала теснее. Но из-за того, что над головой стекло, клаустрофобии не возникает. Машина не кажется маленькой. Вот со стеклом в крыше точно угадали. Вот это молодцы. Слышали звук? Вот этот, такой, вот, кайфово, кайфово. Самоблук, кстати говоря, здесь стоит. И еще одна фишка. Вот этот, знаете, запах Жигулей. Потому что стояли рядом с машиной, такой рассматривали. Да, интересно, все так сильно видоизменено. Но только ты голову в салон просовываешь, чтобы посмотреть, и чувствуешь вот этот вот запах на Жигулевский. Я не знаю, откуда он берется. Я не знаю, с чего они его делают. Но узнается прямо вот сразу. Что касается езды. Разумеется, рвать чужую машину нехорошо. Поэтому насиловать мы ее не насиловали. Но самое приятное здесь происходит на высоких оборотах. То есть, все-таки и мотор, и турбину нужно раскрутить. И вот такой, знаете, мощный подхват. Прям вот этот вот эффект вау. Он начинается во второй половине шкалы тахометра, выражусь так. Это очень приятное чувство. Но, как ни удивительно, машина не производит впечатление очень жесткой. То есть, понятно, что она занижена, что здесь короткоходная подвеска, что все это спор, спор, спор. Но, парадоксальным образом, какого-то дикого дискомфорта ты не чувствуешь. А дорожки кое-где очень посредственные. Это я так комплементарно выразился, между прочим. Казалось бы, себя сейчас будет трясти по-жесткому. А нет, не трясет. Я, кстати говоря, только что подумал о том, что на мне ремня безопасности нет. Думаю, лодки забыл пристегнуться. Потом поискал и понял, что они тут вообще как класс отсутствуют. То есть, в общем, такая жесткая, бескомпромиссная вещь. Давайте-ка мы с вами попробуем. Ух ты! Руль надо крепче держать, если пытаешься наваливать, я вам скажу. И вот на скорости машина, да, она совершенно иначе чувствуется. Появляется такая табуретошность некоторая. То есть, на крупных неровностях прям ты чувствуешь, как ее переставляет. Потому что короткоходная подвеска. Такое специфическое чувство. Руль крепко надо держать, потому что он тоже бьется и вырывается. И да, характер у машины меняется, когда ты давишь на газ. Когда начал наваливать, точнее, попробовал поехать побыстрее, характер мне изменился. И она стала такой уже реально жесткой. Не то чтобы дубовой, но прям по-другому начала восприниматься. То есть, у машины два характера фактически. Покуда ты ездишь медленно, это просто городской автомобиль, которому, кстати, серьезных претензий-то нет. Но ты начинаешь ехать быстро, и в нем вот этот допиленный таз пробуждается. С такой, со спецификой, да. Со спецификой. Слушайте, за рулем кайфово, да, вот ничего не скажешь. И самое главное, что ты переносишься в несколько другую автомобильную эпоху и в чутяную автомобильную культуру. Вот в тот мир, где Жигули были универсальным исходником, из которого можно было сделать практически что угодно. Были бы руки, деньги, желание и время. И да, разумеется говоря, по-честному, даже допиленный и уроненный таз, он не становится по-настоящему спортивным автомобилем. Хоть усиленный кузов, хоть форсированный мотор, хоть вот это вот все, но это именно зубило, это именно корч. И вот эта его корчевая натура, она тут в каждой мелочи проявляется. Но черт возьми, ты слышишь это пшиканье турбины. Ты чувствуешь этот подхват, когда мотор, наконец, раскручивается. И, блин, и ты вынужден признать, что на самом деле мы любим автомобили за то, что в них есть потенциал для хулиганства. Главное, самое приятное в мире автомобилей, это, к сожалению, опасно, аморально и незаконно. И эта восьмерка лишнее о том напоминание. Так вы знаете, кайфовый, оторванный корч, прямо на котором хочется наваливать и делать фигню, скажу честно. Парни очень большие молодцы, потому что это восьмерка, с которой они некогда начинали. Я смотрю на проекты, которые они строят сегодня, я понимаю, что это рост, это прогресс, это перспектива, и парни деятельные, мне хочется, чтобы у них все было классно. Но эта машина, она еще обязательно переживет несколько итераций доработок, скажем так. И я думаю, что когда-нибудь я ее еще увижу, и она будет выглядеть совершенно иначе, нежели сейчас. А у меня, в сущности, все, что мог сказать, сказал. Так что заканчиваем. По-хорошему завидую людям, которые способны что-то такое делать своими руками. И парни большие молодцы, потому что в наши непростые по целому ряду причин времена держать студию и строить в ней интересные, нарядные, большие, масштабные, вызывающие что ли проекты, это, ну, в некотором роде подвиг. Тем не менее, у них все получается, и я искренне надеюсь, что этим летом мы снимем что-нибудь еще. И это будет уже не отечественный автопром, а продукция зарубежных марок очень и очень именитых. Что касается всего прочего, то я высказался целиком, поэтому лайки, дизлайки, комментарии, касающиеся меня лично, без этого никуда, разумеется. Подписывайтесь на канал, перепущивайте видос, если он вам понравился, и, собственно, все, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok